друзья всем привет с вами елизавета и рада вас видеть на канале орхидейная страна сегодня видео будет посвящено наглядному руководству и наглядному пособию почему нужно обрабатывать все новые орхидеи вне зависимости где вы их приобрели откуда они к нам прилетели приехали поделюсь наблюдением и открытием связанным с препаратом double face это такой японский инсектоакарицид как его позиционируют а сейчас вы можете видеть как выглядит мучнистый червец такой белый мохнатая насекомая и достаточно вредный и опасный зверь для наших любимых орхидей ну а теперь по порядку с чего все началось у меня появилась новая орхидея пилорик видео распаковки я сразу скажу что у меня нет я его нашла на авито продавец мне прислала фотографии я была безумно счастлива что я его нашла и приобрела на момент покупки он уже отцвел я видела только вот фотографию такого достаточно взрослого большого голландского растения пилорик конечно бомбический сейчас я вставлю фотографию которую я нашла вконтакте как он цветет в частной коллекции при домашнем цветении у меня просто захватывает дух его название цели горшочек с растением был хорошо полит я его поставила на дальний балкон на карантин и на следующий день утром я как обычно развела инсектоакарицит даблфейс видео как я обрабатываю новичков сейчас вы можете увидеть верхнем правом уголочке кому интересно может подробно посмотреть собственно даблфейс это инсектоакарицит то есть он борется и со всеми видами клещей и соответственно так как он еще и инсектицит с остальными всеми насекомыми я его развела по инструкции добавила прилипатель и изрядно опрыскала все растение залила все пазухи и точку роста она так постояла где-то полчаса далее его хорошо положила под вентилятор и промокнула оставшийся препарат из пазух и точки роста вечером в этот же день я решила что я достану растение из грунта поскольку корневая на 4 и пересажу я достала растение из субстрата и дальше я решила снять вот в этом месте нижний листик поскольку он был маленький и вот из этой пазухи как пополз мучнистый червец со всем своим потомством с личинками то есть он вот в этом месте под цветоносом притаился и прекрасно жил и питался в принципе тут ничего удивительного нет новое растение живность может быть но у меня же была обработка даблфейсом я полезла сразу смотреть инструкцию и понимаю что этот червец должен был быть давным давно убит то есть он должен был лежать и не двигаться а вы на него посмотрите ползает живее всех живых как будто бы он этот даблфейс попил как эликсир жизненных сил вот и я из чего я могу сделать вывод что хоть даблфейс и позиционирует как инсектоакарицид инсектицидом он не является производитель оппозиционирует что он может убить трипса но как мы видим на такого беленького червец он покрыт воском вот эти вот белые белый пацарь он восковый даблфейс его не берет поэтому я сразу же замочила корни фаленопсиса в привикурье и добавила нашу всеми любимую октаву хочу сразу сказать вывести на экран какие препараты сто процентов сейчас действуют на червеца на форуме магазина орхидейка там где продают разные химические препараты для орхидей его советуют травить моспилан порошком аплаут мавенто энерджи аники или ару барин от себя добавлю что мне октара очень нравится но октару нужно покупать фирменную не в ампуле а вот с такой голограммы на пакетике также мне нравится конфидор октару значит нужно разводить для борьбы со всеми вредителями 1 грамм на 1 литр а все остальные препараты что японские что немецкие разводить строго по инструкции чтобы избавиться от мучнистого червеца победить его обязательно нужно провести две-три обработки и лучше разными препаратами я свое растение до второй обработки оставлю в таком виде с открытой корневой периодически буду его опрыскивать или погружать корни в воду чтобы дать им напиться и только после второй обработки я посажу уже свою цель и горшок в архиату что касается даблфейс я его конечно оставлю в своем арсенале но я буду им пользоваться только для профилактики потому что даблфейс он хорошо борется конечно с клещом и всеми видами клеща а из первичной обработки даблфейс я убираю мне будет интересно какими вы препаратами обрабатываете при получении новой орхидеи поделитесь опытом думаю что это будет интересно не только мне надеюсь что такая заметка из жизни орхолюбителя была вам интересно ставьте палец вверх если видео было полезным подписывайтесь на канал хочу обязательно преднести видео красоты это линопилори который сегодня у меня наконец-то распустил все цветочки хорош товарищ насыщенный красный цвет желаю чтобы таких незваных гостей вашей истории дружбы с орхидеями не было и всего вам самого хорошего пока ваша елизавета